Начинаю убирать, ну засвечивается. Смотрю, вот он еще один, еще один, еще один. И он в дальний, начинаю дальнего стрелять. А вот эти ближние мне подыхают. Как он дал с разгона? Друзья, всем привет. Сегодня едем на рыбалку, на Крестнерское водохранилище. Едем на Сазана. Поедем по проверенным точкам, где он есть. Едем в составе трех человек. Леха Малахов, вы его знаете по моему видео. Витя, мы с ним начинали. Охотится я, в свои первые разы охотился с ним на Крестнерском водохранилище. Наша деятельность начиналась. Блин, прикиньте, мы заправку проехали. Фигу, мою. Да куда? Да нету. Сейчас будет как-то. Нет, да пересы точно не заведем. Так а что, ну, увидим, бензин же есть. У тебя же есть. У разведенный. У разведенного что-то бересы до према. Сегодня у нас 24 августа. Как раз начинается период, когда рыба начинает выходить. Ее становится много. На скальнике. Вот. Будем охотиться днем. Преимущественно в Лежке. Есть у нас еще там два, сколько? 8, 8 завалов. Где должна стоять рыба. Вот будем смотреть, что там на них. Естественно, все будем снимать. Интересно поискать, чего. Я камеру ее взял. Ну что же камеру побило? Я ей не пользуюсь. Видео у нас в этом году вообще рыба не обижен. Ну вот вы расскажи, как съездил на водохранилище. Потом что-то ты рассказывал, а ты что-то есть. Ведь поближе подходить, чтобы лучше слышать. Каждый раз ездим хорошо. Так что, как говорится, технику нырялки уже изучили. Где примерно Сазан стоит, конечно, потом меняет места. Ну опять же, как Иван говорит, да, там на скальничке, на травочке. Места знаем, как мы все равно. Каждую рыбалку, так сказать, нырялку под водную охоту, мы его все равно находим. На тролевых подпорах, конечно, там мелкие такие особи, да. Так сказать, до 4 килограмм. Ну очень редко встречаются такие. Есть и хорошие. Видел пару штук, конечно, я думаю, из десятку даже, но на бокал. А так, конечно, Курняк, он в основном на скальнике. Так что, едем, как Ваня сказал, уже на дневную охоту, да. Конечно, чисто на Крупника. Я там, вся фигня, а висы кто-нибудь взял? Нет. Хидрен батон, а. Блин, а я хотел взять и забыл. У меня же есть. Ну будем показывать, так. На вскидку. Ложить рядом с Ластой. Ну, надеемся, хоть что-нибудь поймаем. Что, по сути, едем, так сказать, на один день, да. Что-то, дай бог, погода будет хорошая. Ехать 230 километров примерно, да. А потом еще садочку. Почему садочку? Ты же сказал летать не будешь. Я сказал, может быть, летать не буду. Но я очень надеюсь на это. Понятно. Ну что, все. Увидимся на водохранилище. Что, первый день охоты? Наконец-то. Время пол... Без 15.11. Да, почти в 9 выплыли. Да, все, помчались. Леха, садись куда-нибудь. А я все, я сел, я сейчас одеваться. Идти будем. Я сразу могу. Субтитры сделал DimaTorzok Первый пошел. Первый пошел. Да, Ваня? Я в детстве все смотрел это пустое и ждал. Когда же я себе возьму снарягу? Когда же я смогу так нырнуть? Вот мы ныряем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима, вытащи. А, подняли? Да. Дима Тorzok Холобоцк выходит. Вот первый результат. Хорошенький. Надо пятерик будет больше. Сазанчик. Я думал где-то 6. Хороший. Я вот запихи. А взял знаешь как? На березу потратил минут 20. На поиски, да? Я тоже искал. Нет, 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 не на поиски. Я ее быстро давай нашел, хорошо объяснил. Я ее быстро нашел, но она мутная. Она темная вся. Я думал, как же к ней подкрасться, как же к ней зайти. Я и под нее там залазил, сидел там вглубь смотрел. И рядом. Ну, окушка, так сказать, взял для обрывления, для пристрелки. И это. Ну и все, я пошел дальше по скале. И скала, полка и отвесная. И ныряю по полке по этой плыву, чтобы туда дальше идти. Ну и все. А он из-под этой полки вышел. Хорошо видать было близко. Он где-то, ну вот на грани видимости метра два как раз был. Он быстро-быстро в глубину ушел. Я понимаю, ну, как бы стрелять был вариант сверху, но было жалко наконечку. Два метра там долбануло бы. Если бы еще и промазал, он еще быстрее шел. Ну, короче, мало вероятности было. А вот вероятность того, чтобы он вернулся, была гораздо больше. Вот как я и сделал. Чуть-чуть все. Ага. Горячка. Вот видишь, возвращается. Да, он возвращается. У меня вода не горягивая, вот здесь у меня где-то вышел. А я, получается, замер, я вниз иду уже по инерции. Я замер, глазами не шевелю, ничего. У меня там, ну, у меня уже отрицательная плавучисть началась. Ну, это я вниз по инерции иду, и на нижнюю полку, она где-то метр через полтора еще. Только рукой касаюсь. И вот он уходит. Хорошо попал. На севере по этим, по хоризону пристрелялся. Сейчас это попал хорошо. Сразу к позвоночнику. Даже не дрыгался. Так, чуть-чуть. Ну что, выдвигаемся дальше? Да, едем дальше. Я охотился с новым итальянским ружьем Сальвимар Метал Роллер 60. К новому ружью нужно было привыкнуть. К тому же, это был мой первый роллер. Роллеры – это более мощные ружья при той же длине, чем арбалеты. Нужно отметить, что длина моего ружья – самая короткая в линейке Метал Роллер. Более того, фирма Сальвимар делает ружья такой длины только для российского рынка. Но исходя из того, что охочусь я в основном на российских водоемах с не очень прозрачной водой, я для себя выбрал именно эту модель. В этом году прозрачность воды на Красноярском водохранилище была хуже, чем в прошлых сезонах на тех местах, где мы охотились. Возможно, это связано с большим уровнем воды. Мы направились на точки с затопленными деревьями. Эти места являются очень перспективными с точки зрения наличия рыбы. К нашему удивлению, сорной рыбы было много, но щуки и сазана мы не наблюдали. Ну что ж, раз здесь нет рыбы, нужно менять место охоты. Мы выдвинулись в залив, где в прошлый раз видели много рыбы. Прозрачность воды в заливе была неважной. Каждый год уровень воды в Красноярском водохранилище разный. В этом году уровень воды большой, причем этот уровень воды весь сезон был на высоком уровне. А это значит, что места по берегам водохранилища, где весной и в начале лета росла трава, оказалась затопленной. Выстрелив в эту щуку, у меня срезает монолинь, а щука уносится в агонии. Я понимаю, что гарпун далеко не мог улететь, но прозрачность воды плохая, и мне сейчас предстоит долго его искать. К счастью, вскоре я нашел щуку с гарпуном. Гарпун вошел в голову рыбе и застрял в ней. Мне очень повезло, что гарпун не вышел на вылет. Позже я понял, в чем была причина того, что у меня срезала линь. Я неправильно обжал монолинь, слишком близко к краю зажима сделал обжим. В результате острым краем зажима монолинь получил повреждение, в результате которого его и срезало. Каждый выезд на охоту я беру с собой два ружья, как раз для такого случая. Когда что-то пойдет не так, всегда можно взять запасное ружье. Тем временем Алексей охотился в другой части залива. Пройдя большое расстояние, выхода рыбы не было. Поэтому он решил попробовать новую тактику под названием «Кто там?». Смех смехом, но тактика, как видите, рабочая. Конверсия 100%. Печерки. Ну и вообще, вот посидеть можно. Ну что? Галяк. Залазь, поехали. Да ты что? Камеру-то что не выключил? А? А? Что помогать? Он сам же залезет. А окуня все-таки взял. Они меня это достали. Вообще, слушай, они идут вот так вот, да? Куня с ороги. Костяками вот так вот, да? Слушай, интересно, да видишь, это явление какое-то интересное. Удочку взять. И там тоже самое. А вот они в какую сторону сейчас шли? А они туда-то туда-туда-туда. Нет. А у меня такое ощущение, что они в другом за тобой идут. Нет, а эти чисто вот с той стороны в залив уходят. И с окуня и... А здесь предпочтитель не туда шло. Да? А там наоборот, в ту сторону залив. Ааа, зверь какой! Ух! Изо рта щуки вырвал. Чё-то это у нас не самое удачное получается. Ну вот самый зачетный. Ну, пятерочка точная есть. Килограмм шесть. Бочком, бочком, бочком ее. Бочком, вот такой вот сазанчик. Подстрелянный прямо в позвоночник. О, давай, сейчас обмажь себя еще. Ну, конечно. Покажи, покажи мою щеку. Которую я это... Полдня гонял. Не. С прострелиной головой. Чуть-чуть не лишился гарпуна из-за нее. На видео будет. Почему-то у меня срезало этот монолинь. На роллере. Сальвермар шестьдесят. Ну, прикольно. Я ее чисто в голову засадил ей. Уф! А, литя щука зачетная. Видишь, как это... Вход, выход. Четко через голову. Да. То есть, прикинь, мне обрывает линь. Обрывает. То есть, гарпун ей влетает. Я думал, все. Она сейчас или ушла, или что. А, линь еще гарпун. Да. Подтерла ее. Вот, я думал, что она ушла. А я сейчас... Я увидел, вот она... Она там... На... 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 Сазанчик. Да, и вот три таких Сазанчика у нас. Угу. Очень много времени... Были в поиске завалов. Нет, вот, кстати, это. Вот мой самый маленький Сазанчик. Самый большой и самый маленький Сазанчик. Я взял. Сазанчик. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Шустрая какая-то. Ну все, вот оно, руно получается, чистая хлебецкость. Назваешь руно, да? Ну, Леха так назвал. Руно говорит, сделаю. Я вот сегодня стрельнул несколько щучек. Вот уже почистил. Сегодня уже стрелял? Да. Ну, что? На ночной уходе, да. И вот посмотрите, чем питается щука на КВХ. Парелька. Опа! Здорово. Вот такие аппетиты у щуки. Так что, что попало, не ест она. Слушай, обалдеть. Да. Обалдеть. Здорово. Грамм 700, наверное, форелька. У 2-х килограммовой щуки была. Ну, что, как впечатление-то от ночного фото? Нормально, но большой километраж пришлось пройти, чтобы найти рыбу. Где стоит рыба? Просто стая где-то стояла в одном месте, да, получается? Или как? Нет, просто в одном месте они попадались. Но были все только одиночными. По 2 штуки я где-нибудь не видел. Ну, ясно. Ну, маленько обрыбились. Приедем домой. Да, я бы сказал, да, вообще нормально обрыбились вы. Вы нормально обрыбились. Леша. Еще с одним Лешей и с Андреем находились больше. Вот уже готова рыба разделана. Ну, что, как? 2-7 юрика. Как впечатление? Шикарный, хорошо. Сколько вы вчера ныряли по времени? Часа, наверное, 2-3. Проплавали, короче, по берегу. Копчеры его не было. Там пару щурядцев, пару щутиков наших взяли и сазанчик небольшой. На поверхности ныряли. Километра полтора, наверное, прошло. Не покасывайте. Вообще ничего не было. Ну, и потом отъехали в сторону, смотрим, как сильное место. Мужики меня выкидывают, говорят, короче, не будем мало плавать. Давай, километра полтора. Мне вопрос. Плыву, метров 100 проплываю. Маленькая зарезка. Смотри, вот он стоит. Только начинаю стрелять. Он, ну, видел у меня свет маленького, без кистов тоннел. Короче, в догонку не стал стрелять. Проплываю дальше, смотрю, килограмм-пять стоит. Только в догонку, потому что он увидел, нахлоп уходит. Мутная вода была, волна сильная. Сильная волна, получается, ну, метров полтора. Там что, глина получается? Глина, и получается от глины. Скальник, глубина метр, и глина начинается. Получается, об скалу вода бьет. Обратка по этому, вниз опускается. Точением в сторону этой глубины тянет этот ил. Интересно. Ну, короче, такая вот тема. Короче, стреляет опять. Ну, короче, не стрелял. То есть, получается, на скальнике вы начали нифига нет, да? Наоборот, отмель. Берег такой пологий, ничего не было. Потом скальник начался. Вот на скальнике только смотрю. Одна, вторая. Потом смотрю, плыву, короче, дальше. Глибина метра два с половиной. Нырнул. Смотрю, щука на меня идет. Ружье расслабленное. Вправо в сторону берега. Ну, грубо говоря, встать. Слева направо. Фонарь влево, смотрю, щука с левой стороны. Ружье в правую сторону. Пока поворога, она просто с ходом мимо меня просто не стояла, а ходом шла. Так что кистили. Уже светало, нет? Нет. Только самый... Ну, она час ночи будет. Ну, значит, она... Нет, она должна была стоять. Или ты там что-то слетанул где-то, получается? Нет, она просто шла. Она ходом шла. Метр от одна. Она вот в полуды шла. И все. Это ладно, короче. Дальше плыву, смотрю, щука с левой стороны. Ладно, бахну его. Дальше плыву. Смотрю, этот отвес. Метров пять-семь. Маленькая ступенька. Я на му ступеньку. Проплываю вдоль дна. Ну, ничего нет. Начинаю сплывать. А ступеньки, грубо говоря, длиннее метра полтора. Ну, ступенька идет. Слабая-слабая плита такая лежит. Плитня. Поворачиваю, полторушка стоит. Сазанчик. Только сцелится. Ну, увидел, засветил. Только начинаю убирать. Смотрю, еще трешка стоит. Ну, чтобы не засветить первого. Ружье поворачиваю, смотрю, еще килограмма пять. Потом дальше смотрю. Ну, у них хорошая стайка, штук пять или семь было. Да, еще. В самый дальний, короче, вот этот восемерик был. Классно. А что, после выстрела, выстрела у тебя остались стоять или нет? Короче, ладно, остались. Вот килограмма четыре в меня бахнуло. Первый раз сазан мне стук. Он мне в бочине дал, как будто ногой, когда был. Ну, то есть, ты выстрелил? Я выстрелил. Они зашевелились, да? Я получается, вот увидел, начинаю убирать. Ну, засвечивать. Смотрю, вот он еще один. Еще один, еще один. Ну, он начинает дальнего стрелять. А вот эти ближние мне подых. Как он дал с разгоном? Он еще плитняк, глубина небольшая. То есть, они совсем рядышком стояли, получается, да? На плите где-то. И что, и получается, все свалили, да? Все свалили с разной глубиной. И сразу отвес. А зачем? Соответственно, вышли. Экспективное место для дневной охоты. Так, Паша у нас в первую жизнь не обрыбился на скале. Взялся за днем. Что рассказывай, как? Ну, как. Как это было? Нырнул на 4 метра. Только лег. Где-то на 25-й секунде с левой стороны пошел сазан. Спокойно посмотрел. И стал дергаться. Он перед пулей вышел. Нажал и готов. Но он остановился. Как он дался бы. Он шел ходом. Спокойно так сбоку сначала. Потом входя. Как раз перед пулей. И так вдаль пошел. По чешу ему интересно. Вчелкнуть и сяк. А радость. Как это зрелище было? Вообще классно. Я еще и покатал. Я снова, видите, какой тропечек. 4,5-4,5 килограмма. Ну, там мелочь. Не, я считаю, это нормально. Ну, считай, 4-й за 2 суток. Вчера он нырял в мутнике. Рома. Вчера нырял в мутнике. На траве взял. Тоже, кстати, первый раз, да? Да, на траве. Как это? Обычно ночами? Для хоплавки. Тут мы днем. Ну, расскажи, как на траве брал. На траве вообще красота была. Тени ходят. Тихо-тихо. Прямо на цыпочках идешь. Одна тени, вторая. Потом выходит. Ну, штуки 4 подранил. Только чешуя оставалась. Потом как два таких вот здоровых. Один проходит. Второй. Щелк. Опять подранил. Да что ты. Ты уже вообще тихо идешь. Мой, он пасется. Раз, пошел. Ему вдогонку. Есть. Один. Вот так двух штук и взял. Потом ребята подплыли. Ну, ты, получается, много их видел вчера? Очень много видел. Классно. Классно. Главное видеть. А застрелить уже другое дело. Лучше убить и взять, чем подранники отпустить. Ну, вот, все с рыбой. Все обрубились.